Дорогие друзья, здравствуйте! Мы с вами являемся свидетелями, каждый день являемся свидетелями вдохновляющего творчества великого человека, артиста Димаша Кудайбергена. Но некоторые дорогие заметили, что он как будто бы грустный, и глаза его в печали. Друзья, этот человек нового времени, сын своего народа, гражданин Казахстана, Димаш Кудайберген, всю свою жизнь положил на то, чтобы прославлять свою страну, свой великий народ, свою культуру. Он бесконечно любит свою родину, и многие дорогие по всему миру учат казахский язык, приезжают сюда, некоторые даже принимают гражданство. Но то, что происходит, всегда происходило, но в данном случае происходит публично на весь мир. Это те процессы, когда некоторые деятели Казахстана, достаточно высокопоставленные, ведут себя как изверги. Нет, не как звери, звери так себя не ведут, как изверги. И, конечно же, бросают тень на Казахстан. Да, мы можем возразить, это в любой стране есть, конечно, но это возражение не для Димаша, не для человека, который всё положил на то, чтобы прославить свою страну. А здесь такие чёрные, такие кровавые язвы, которые, конечно, не могут быть незамеченными. Патриотом своей страны Димашем Кудайбергеном, ещё раз скажем, всю свою жизнь посвятившему своему народу, своей культуре и прославляющему свою страну Казахстан на весь мир, конечно, он грустит и печалится. Тому виной трагические события, наводнения, очень горькие потери, но это стихийное бедствие. А здесь человек, который как противовес пытается очернить душу человеческую, в то время как Димаш Кудайберген приносит свет и просвещает душу. И, конечно же, это никак не его вина, что есть такие изверги везде. Но ещё раз скажем, мы можем с уверенностью это заметить, что данные процессы, которые сейчас происходят в Казахстане, где домашнее насилие было нормой, оно есть везде, но не везде норма, там оно было практически нормой. И Казахстан выходит из этой тени, он пытается освободиться из этой нормы. Да, всё исходит из человеческого сердца, часто гнилого, часто чудовищного, когда можно спокойно отнять жизнь другого человека изуверски, ведя себя с ним, издеваясь над своими жёнами, детьми, сёстрами, над любым человеком, и всё это как бы уходит из-под закона, потому что есть связи, есть влияние. Ещё раз скажем, это в любой стране есть, везде. Но Казахстан нашёл себе силы заявить на весь мир, что есть у нас такая проблема, она очень глубинная в Казахстане, потому что была как бы вне закона, и сложно было призывать кого-то к ответственности. И, конечно, Димаш грустит. Но, друзья мои, пока есть такие люди, как наш любимый артист Димаш Кудеберген, у нас у всех есть надежда, что каждый человек, который угнетаем, который стязаем, который унижаем в этом мире, освободится и восторжествует справедливость, потому что такое творчество, такая музыка, такая жизненная позиция, как представителя своего народа и истинного сына своего народа, Казаха Димаша Кудебергена гораздо больше делает для мира и справедливости, чем кто-либо другой сейчас в нашем музыкальном сообществе. Конечно же, Димашу грустно и досадно, ведь он знал этих высокопоставленных монстров, наверняка общался с ними. Он был в Арабских Эмиратах неоднократно, а здесь посол Арабских Эмиратов, здесь экс-министр экономики, конечно, Димаша их знал. И как же больно и печально ему, что есть такие люди, и что они представители его любимой многострадальной Родины. Димаш, ты делаешь столько, сколько они делают никто в наше время, в музыкальном мире, да и вообще, наверное, во всем мире, ради прославления любви, труда и милосердия. Твоя печаль понятна, но ты верь, пожалуйста, что однозначение тебя, твое, не случайно, в самые тяжелые коварные времена. Это освобождение Казахстана, это его надежда. И то, что он смело заявил о своих проблемах на весь мир, это его победа. И победа всего мира, провозглашающего любовь. Мы с вами полны надеждой, что справедливость, мир и любовь восторжествуют. Только этим жив наш мир сейчас. И мы благодарны от всего сердца Димаша Кавербергена. Димаш, услышь нас. Ты делаешь столько, сколько не делает никто сейчас. И твоя деятельность, твоя музыка, они нам эликсирно раны всех наших душевных и физических проблем. Да придет освобождение, да придет освобождение через таких людей, как Димаш Кадуберген. Слава Всевышнему, что он нам дает примеры людей, которых можно воскресить свою истерзанную душу от унижения. И призывать к ответственности всех тех бестий, монстров, которые не являются людьми, где бы они ни жили, в каких бы уголках мира они ни находились. Друзья, у нас есть музыка Димаш, который дал нам Господь Бог. У нас есть Вектор Возрождения. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok